Привет, боец. Ну что, хочешь фармить сектантов как боженька? Давай расскажу как, но сначала проясню кое-что. В одном из рейдов, значит, наткнулся я на один интересный баг, связанный с сектантами. Причем ничего запрещающего в этом баге нет от слова совсем. Ну то есть, никаких специальных манипуляций проводить не нужно. Решил я этот баг проверить в другом рейде. Как ты сейчас видишь, я хожу возле культистов вплотную, а они стоят бездействуют. Ты наверно спросишь, почему я сейчас без оружия? Просто это тот самый рейд, в котором я решил проверить свою теорию. Оружие свое я скинул неподалеку возле товарища. Ну просто, если бы эта теория не подтвердилась, жалко было бы потерять топовую имку с теплоком. Поэтому скинул пушку и пошел на дело. Хочу заранее сказать, перед рейдом желательно запастись либо аугментином, что является самым дешевым вариантом от яда, либо антидотом, либо синей кровью. И то и другое снимает токсин с твоего чувака. А он у тебя повешивается по-любому, так как культисты будут атаковать ножами. Ну и так же возьми аптечек побольше, на всякий случай. И последнее. Две вещи, которые тебе могут помешать. Первое, что может помешать, это банально другие чувака, которые тебя захотят убить. А второе, тупо отсутствие культистов на локации. Это как бы все. И одно правило, которому ты должен следовать. Если ты все-таки встретил культистов, разглядел их в теплок или оптику, прошел мимо и они кинулись на тебя с ножом. Ни в коем случае не стреляй в них первым. Стреляй только если стрелять начали они. А стрелять они начнут, только если ты будешь смотреть на них или в их сторону. В этом-то и весь прикол всего. Короче, смотри. Я сейчас на берегу. Сектанты заспавнились возле санатория. Вот как раз таки я сейчас спалил жреца. Ну то есть все, у меня есть точная инфа, что сектанты сидят на углу здания. Что я делаю дальше? Я опускаю камеру вниз. Ты можешь задрать ее вверх, это как бы не принципиально. Важно одно. Не смотреть им в глаза или в их сторону. Иначе они выкупят что-то их спалил и расстреляют тебя. Прикол культиста в том, что его основная задача ударить тебя решиком и отравить ядом. Аня расстреливает тебя на подходе. Поэтому делаем вид, что ищем чирик или смотрим на звезды и не подозреваем, что они рядом. Идем к ним вплотную, смотря в землю. Они в это время меняют оружие на ножик и начинают бегать возле тебя и резать этим ножиком. Собственно, для этого тебе и нужно запастись антидотом или таблетками, чтобы снимать токсин. И аптека или инжекторы для хила, если тебе некогда снимать яд. Ножи урон наносят маленький, но все-таки запасная печка пускай будет. Так вот, спустя два, три, а то и четыре удара ножом, там как получится, они перестают на тебя реагировать, они багуются. Просто встают как вкопанные и на этом все. И кстати, неважно какой нож у них в руках. Тот самый, который наносит яд, у которого два использования или самый обычный. Они все равно багуются. Там ты уже можешь с ними делать, что захочешь. Они полностью уходят в нирвану и на других ЧВК тоже никакой реакции. Вот мой товарищ, которого ты сейчас видишь, тому подтверждение. Времени на это уходит совсем немного. Они побегают, поударяют ножиком и встают. Там просто ходи, ищи, где они встали и убивай. И даже если ты будешь убивать их на глазах у других, все равно ничего не изменится. Все, они сломаны. Убиваешь, разлутываешь, уходишь. Ну, как-то так. Кстати, в скором времени на канале выйдет полноценный гайд на тему сектантов, поэтому если тебе интересно узнать что-то новенькое или посмотреть на секту вживую, в упор, подписывайся, чтобы не пропустить. На этом все. Удачных рейдов! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова